Сегодня мы с вами настолько привыкли к разного рода супермоделям, топ-моделям, инстамоделям, актрисам-моделям, певицам-моделям, актрисам-певицам-моделям, что представить свою жизнь без ежедневных скандалов с участием какой-нибудь очередной околоподиумной дивы практически невозможно. Однако же еще столетия назад на заре индустрии моды в совершенно ином мире, в мире изящных нравов, высокой морали, когда демонстрация природной женственности и девичьей красоты еще были искусством, а не ремеслом, тех актрис, балета и танцовщиц, что украшали собой обложки популярных изданий, можно было пересчитать по пальцам. В возбуждению публики скандалами вокруг своей чрезмерно открытой частной жизни они предпочитали нежную приватную закрытость и внеземную холодность к мещанской суете. И, безусловно, над всеми теми прелестными созданиями, иконами прекрасной эпохи конца XIX-начала XX века стоит она, истинная королева красоты Клео Демирот. А я вновь приветствую вас, друзья, с новым рассказом о том, может ли красота существовать без любви, как стать богиней и не потерять себя, и когда мир благородных манер и тургеневских женщин превратился в мир грязных скандалов и истерик. Париж, 1875 год. Вот уже как пять лет этот город является столицей Третьей Французской Республики. После разгромного поражения французской армии в битве приседания с прусской армией последний французский монарх Наполеон III попал в плен. Через два дня после этого народное собрание в Париже провозгласило династию Бонапартов Незложенной. Потом была четырехмесячная осада Парижа прусской армии, парижская коммуна. Разумеется, все эти события очень отразились на внешнем облике города и, конечно же, на внутреннем его состоянии. Но надо сказать, что за прошедшие после этих бурных событий пять лет город присмирел, успокоился и вновь восходил на свой Олимп, возвращал себе статус Европейского центра культурной и светской жизни. В этом и есть магия Парижа. Сколько бы в нем не было революций, переворотов, смен власти, гражданских войн, он всегда возвращался в свой прежний статус и вновь притягивал к себе внимание всей европейской общественности. В те времена, нужно сказать, Европу охватило очень любопытное явление увядания старой европейской аристократии, той самой, которая закладывала фундамент своего влияния, богатства и славы еще в феодальную эпоху. Вот эти самые семейства, титулованные, не очень титулованные, оказались очень невосприимчивы к всякого рода социальным изменениям. И постепенно, к 70-м годам 19-го столетия, начали смешиваться с представителями некогда презираемого имя же среднего класса. Им приходилось браться за... и не без удовольствия, на самом деле, им приходилось браться за какую-то, как им казалось ранее, совершенно неблагодарную, неблагородную, грязную работу. Так, например, барон Карл Иоганн Йозеф Витус де Мирот, потомок славных крестоносцев короля Франции Людовика VII, зарабатывал на жизнь живописью. И на самом деле, хоть он и не достиг больших высот в этом деле, он... на жизнь ему вполне хватало денег от продажи его картин. Впоследствии он открыл школу живописи для женщин, где сам и преподавал. Входил в состав нескольких известных в Австрии обществ живописцев, выставлялся, его картины покупались, пополняли домашние собрания более успешных представителей его дворянского сословия. В общем-то, он никогда на свою жизнь особенно не жаловался. Конечно, из всех видов деятельности, коим были вынуждены прибегать потомки славных именитых династий Европы, живопись была, наверное, одним из самых, скажем так, изящных видов ремесла. Но все-таки предки барона Демирода в свое время были крупнейшими землевладельцами Северо-Западной Германии, Голландии и Бельгии. И принадлежали даже в те времена все еще входили в состав высшей аристократии Европы, поскольку представители других линий, дальние родственники барона Карла Иогана Демирода, например, занимали престол княжества Монако в качестве супруги правящего князя или сенат Бельгийского королевства. Поэтому и при Венском дворе барона Демирода всегда принимали, соответственно, его статусу. И именно поэтому его родная сестра Винцентия в то время, пока барон Карл Иоган читал лекции о перспективах, тенях и учил дам венских писать яблоки на скатерти, его сестра служила при дворе императрицы Елизаветы Австрийской в качестве фрейлины, что, безусловно, делало ее одной из самых приближенных к императорскому двору дам. Юная девушка из не самой богатой семьи, как вы уже могли понять. Обожающая балы, лирические романы, древнегреческие эпосы о чудовищах и славных героях. Ведущая вполне естественный для фрейлины XIX века придворный образ жизни, ни к чему не обязывающий, неглубокомысленный. Если мягко говорить, да, путешествует со своей императрицей по Европе. По щелчку пальца повергает перед собой на колени самых блестящих австрийских офицеров, поскольку внешностью она была одарена ангельской. Но всегда очень аристократично не подпускала никого к себе ближе, чем на расстояние вытянутой для поцелуя руки. Но вот при императорском Венском дворе появляется 20-летний, смуглолицый, черноволосый, курчавый, высокий статный красавец грек Теодорос Христоманос, студент Инсбрукского университета по факультету медицины. Племянник преподавателя греческого языка императрицы Елизаветы Адом Габсбурга всегда славился своей страстью к изучению языков. Среди императорской семьи было невероятное количество полиглотов, и императрица Елизавета, будучи баварской принцессой по рождению, питала огромную страсть к изучению разных древних и сложных языков. Она с большим удовольствием в захлеб изучала в свое время венгерский язык, греческий язык, славянские языки, поскольку австро-венгерская монархия была империей очень многонациональной. И вот был Константинус Христоманос, преподаватель греческого языка при Венском дворе, поэтому, собственно, этого, казалось бы, простого инсбрукского студента при Венском дворе приняли с большим радушием и теплотой. Сразу, разумеется, юная фрейлина Винсентия Демирот обратила внимание на этого студента, студент ответил ей взаимностью. Ну и, как вы понимаете, в скорейшем времени эти случайно пересекнувшиеся взгляды двух молодых людей и переросли в бурный, страстный, громкий роман, результатом которого стала вынужденная высылка баронессы Винсентии Демирот от Венского двора, поскольку в начале 1875 года она оказалась беременна от Теодоруса Христоманоса. Их дитя пылкой, страстной, скоротечной любви родилось в самом романтичном городе в мире, в Париже, и новорожденная чернобровая смуглолицая девочка с глазами, готовыми утопить в себе весь мир, получила самое греческое из всех возможных имен – Клеопатра. Ну и поскольку Теодорус Христоманос и Винсентия Демирот не были официально в браке, при рождении этого маленького черноволосого ангела записали под фамилией матери Демирот, а брат этой несчастной фрейлины, вскруженной, очарованный греческим студентом, Карл Иоганда Демирот поступил, как и подобает потомку славных рыцарей, он, дабы его сестра избежала позора, записал новорожденную девочку на себя, как ее отец, что, мол, это он там закрутил с кем-то на стороне роман, и вот девочка осталась с ним на его попечении. Конечно, Христоманос должен был поступить в этом случае однозначно, требовать у Винсентия Демирот ее руки, брать в жены, растить свою дочь, но потомку гордых эллинов не хватило благородства для этого. Все, на что хватило Христоманоса, это когда он уже закончил университет, он потом станет пионером тирольского пешего туризма, популяризирует горные прогулки с тростью, откроет отель в Южном Тироле. Он будет регулярно присылать своей возлюбленной, ее дочери, их дочери, Клеодемирот пособие. Все с этим будет в порядке, он будет их полностью обеспечивать, но в жизни своей дочери он так никакой заметной роли не сыграет. Впервые эта девочка увидит своего отца, уже будучи совсем взрослой и популярной. Это потом. А сейчас вот этот маленький ангел, он отправляется обратно в Вену вместе со своей матерью. Там, разумеется, Елизавета Баварская уже императрица, она не может принять фрейлину, которая родила от слухи. Слухи-то уже разошлись, правильно? Они уже стали притчей во языцах. Поэтому вынуждены были в семействе Демирот, в благородном семействе, искать какие-то выходы из этой деликатной ситуации. Нашли, купили дом в Париже и решили, что воспитываться девочка будет там. Тем паче, что город роскошный, красивый, огромный простор для творчества. И вскоре бельгийско-австрийское семейство Демиротов поселилось там на постоянной основе. Что же может ждать внебрачного ребенка, столь именитой родовитой дамы и перспективного карьериста в Европе на исходе XIX века? Ну, не зря же говорили тогда, что внебрачные дети, как плоды истинных, искренних чувств, пылкой любви и страсти, всегда вырастают более талантливыми и красивыми, и способными, чем все самые законные графы, маркизы, князья и герцоги. Так и получилось. Действительно, Клеопатра Демирот или просто Клео, получив начальное образование в Парижском доме под строгим контролем своей матери, в очень скором времени начала проявлять большую склонность к танцам. И все ее бельгийско-австрийские родственники сделали лучшее, что они могли сделать, увидев, как этот черноволосый чернобровый ангел со взглядом божьего агнца выделывает пируэты перед камином в салоне. Они отправили маленькую девочку в балетную школу «Сестер Сен-Винцен де Поль». Там ее талант начал в скорейшем времени раскрываться, и уже через три года Клео Демирот дебютировала на сцене парижской оперы в небольшой балетной постановке, сначала в массовке, но ее тут же, безусловно, все хореографы и зрители заметили. Она уже тогда выделялась на фоне остальных юных артисток балета своей невероятной красотой. И уже к 14 годам изображения маленькой Клео Демирот были на всех сувенирных открытках и картах игральных, которые продавались в лавке подле парижской оперы. Ей уже давали главные роли в спектаклях. И уже тогда о 14-15-летней юной девочке, артистке балета, начал гудеть Париж. Абсолютная красота, полная симметрия в лице, ни одного изъяна, идеальная фигура, словно выточенная из мрамора. Ее образ, образ девственный, нежный нимф, будто пришедший из мира первобытных духов, быстро стал невероятно популярным в Париже, и парижанки начали пытаться копировать ее. Ее поведение на сцене, ее макияж, ее прическу, ее манеру так аккуратно отводить взгляд в, как казалось, наигранном, но на самом деле совершенно искреннем смущении, когда ей аплодировали. И поэтому, когда в 15-летнем возрасте Клео де Мирот впервые появилась на сцене парижской оперы с прической шиньоном, с волосами без челки, убранными в небольшой пучок на затылке, парижанки тут же ринулись к своим парикмахерам с требованием сделать им на голове точно такой же шиньон. Эти прически сразу вошли в моду и распространились по всей Европе. И даже модные журналы того времени парижские очень скоро ввели в свою терминологию новое определение – стиль а-ля Мирот. Сама же юная Клео к столь стремительно возросшей своей популярности относилась крайне сдержанно, нужно сказать. Важно, что она была воспитана в абсолютно консервативных католических традициях, поскольку ее мать баронесса Винсентия была католичкой до мозга костей. Загадка, наверное, о популярности Клео де Мирот заключалась в том, что, будучи на сцене вот этим духом первобытной красоты, спускаясь с нее, приходя домой, она оставалась все той же Клео де Мирот, что и была на сцене. Она не играла ни дня в своей жизни. Она проживала каждую свою роль, как и подобала древнегреческой богине, не притворяясь, не имитируя, не подражая. Она была самой собою, все тем же по-детски наивным, изящным ангелом, готовым утопить в своих полных любви глазах всю Вселенную. Конечно, вслед за популярностью неизменно приходят и сплетни, и в скорейшем времени, например, распространился в Париже слух, что выход Клео де Мирот с шиньоном на публику обусловлен тем, что ее мать, приравновав ее к красоте, посчитав, что она затмевает свою маман Винсентию де Мирот своей красотой, отрезала несчастные Клео уши. Разумеется, все это были дикие выдумки, но тем не менее, такое нежное существо очень ранили подобные слухи, и в скором времени она поняла, что ее невероятная популярность это более проклятие, чем благословение. Тем не менее, продолжая выступать на сцене Парижской оперы, она все больше привлекает к себе внимание самых значимых, самых именитых фотографов, скульпторов, художников, журналистов того времени, и в 1895 году ее слава входит в зенит, ей 20 лет, ее уже фотографирует знаменитый Нодар, ее уже пишет в великой Анри де Тулус Латрек, ее дважды успевает написать Фридрих Август фон Каульбах, и в таком юном, казалось бы, 20-летнем возрасте Клео де Мирот уже может похвастать вот таким вот ежедневником, в котором каждый час на полтора года вперед расписан, забронирован всеми парижскими творцами того времени, желавшими видеть прекрасную гречанку по отцу и бельгийку по матери в виде своей музы. В том же 1895 году она позирует для известного довольно французского скульптора Александра Фольгера. О плодах его творчества совместного с Клео де Мирот мы поговорим чуть позже, потому что в том же 1995 году, выдавшемся невероятно насыщенным для юной актрисы балета, произошел первый крупный в ее жизни скандал, который уже не мог идти ни в какое сравнение со слухами о том, что у Клео де Мирот не было ушей, поскольку некоторые французские и парижские в основном издания начали раздувать слухи о том, что у Клео де Мирот завязался роман с королем Бельгии Леопольдом II, который вообще был человеком, скажем, прямо неоднозначным. Позднее, уже практически в наше время, Леопольд II будет неоднократно обвинен в преступлениях против человечности, потому что в те времена король Бельгии был единовластным, практически самодержавным владетелем единственной бельгийской колонии в Конго, где происходили чудовищные вещи. Об этом, я думаю, мы не будем сейчас упоминать, но было, что предъявить, скажем так, королю Леопольду II по части его гуманистических взглядов. Но тогда, в те времена, мало кто знал об этих вещах, о том, что происходило где-то там, на Черном континенте, всех больше заботили, разумеется, придворные интриги, а Леопольд II давал фору и по этой части очень многим своим собратьям по владыческой крови. У него было совершенно подтвержденное семейство на стороне. Вот законные супруги, королевы, разумеется, у него были законные дети, но также от одной дамы, считавшейся в свете совершенно откровенной проституткой, у него было трое, по крайней мере, внебрачных детей, поэтому, разумеется, когда начались слухи вокруг романа Леопольда II и Клео Демирот, которая годилась ему чуть ли не во внучке на тот момент, это очень сильно навредило ее репутации, и она была, ну, скажем, мягко в шоке, когда прочла подобные кричащие заголовки в некоторых журналах, например, очень сильно смаковали эту тему в Ле Фигаро, очень популярном периодическом издании Парижа того времени. Мать Клео, баронесса Винцентия, написала главному редактору этого журнала гневное письмо, в котором потребовало написать опровержение всем этим грязным слухам, но вместо того, чтобы внять мольбам несчастной матери, чью дочь уже все вокруг называют куртизанкой, ее подняли на смех, опубликовав это письмо с язвительными комментариями в этом же журнале. Слухом этим конец мог положить только лишь сам король Леопольд Второй, который впервые встретился с Клео де Мирот в 1896 или 1897 годах, но в общем довольно через продолжительное время после того, как Ле Фигао впервые опубликовали эти жуткие грязные откровения каких-то там вроде как знакомых и приближенных к Бельгийскому Королевскому двору. Леопольд Второй, несмотря на все свои странности, несмотря на всю свою эксцентричность, мягко говоря, все-таки был человеком благородно воспитанным, человеком старой закалки, встретившись впервые в жизни с прекрасной Клеодомирот, уже будучи в курсе всех этих ужасных слухов, он был настолько поражен ее красотой и непорочностью, что он сказал ей, я процитирую, она пишет об этом в своих мемуарах, «Позвольте мне выразить сожаление», сказал он, «что удача, которую люди так настойчиво приписывают мне, так вас оскорбила. Увы, мы больше не живем в ту эпоху, когда благосклонность короля считается некомпрометирующей. Кроме того, я всего лишь маленький король маленькой страны и ни на что не могу претендовать». Конечно, на тот момент уже по всей Европе и по всему миру разлетелись самые омерзительные карикатуры, изображающие Леопольда II с Клеодомирот вместе, делящими столик в ресторане, путешествующими вместе пароходом и поездом, короля, танцующего вместе с ней в балетной пачке на сцене Парижской оперы и так далее и тому подобное. Некоторые издания придумали очень остроумное прозвище для этой надуманной парочки Клеопольд. Но, тем не менее, вскоре после этой встречи короля и Клео, даже главный редактор Ле Фигаро признал, что эти слухи не имели под собой никакого обоснования, тем более, что авторитетные поклонники Клео из разных слоев общества стали сами закидывать эти издания, парижские, эту желтую прессу, их редактуры, жалобами на неправдивость этих слухов. Все-таки Клео была настолько непорочным и чистым существом всегда, что одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять, что ни о каких интрижках речи быть не может здесь. И если вы думаете, что на этом скандалы в жизни Клео Домироты исчерпались, то вы глубоко заблуждаетесь. В следующей части вы узнаете, сколь охочем до грязных откровений было светское общество тех лет и как при помощи одного лишь самообладания можно избежать самого ужасного позора. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok